Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями, что происходит в Карабахе. Над Хаджилинском селом Фарух взвился флаг Азербайджана. Вот видите, фотографии флаг Азербайджана. В селе Фарух Хаджилинского района, которое перешло на днях под полный контроль Азербайджана, подняли флаг Азербайджана. Вот видите, в соответствующие кадры опубликовал ресурс Калибр. Вот флаг Азербайджана. Я еще вчера выпустил ролик, где Майлру, российская, сделала такое заявление, типа Азербайджан отвел подразделение из района Фаруха в Карабахе. Я уже говорил вчера, что это, наверное, фейковые новости, потому что я уже не доверяю особенно российским СМИ. Но так и оказалось, что это было фейк. Так что я в основном доверяю только азербайджанским источникам, вот Минвал АЗ, которые публикуют правдивую информацию. И вот новые кадры с горы Фарух продемонстрили значимость этой высоты. Вот тут показано как раз это село. В сети опубликованы новые кадры, сделанные с позиции азербайджанской армии на высоте у села Фарух, которое перешло в днях под полный контроль Азербайджана. На них военнослужащий Азербайджан рассказал о том, что село Перляр, расположенное на подножье горы, находится под контролем азербайджанских войск. А справа отца находится Аскеран, который также хорошо прослеживается с высоты. Вот последняя информация, крайне здесь. Это с телеграмма, канал Минвал АЗ. Это уже все проверенная информация. Ну и вот теперь Министерство обороны Азербайджана уже наехало на Министерство обороны России, потому что, я вам зачитаю смысл, мотивы резких заявлений Министерства обороны России не укладываются в какую-либо логику, потому что в одностороннем порядке обвинять азербайджанскую сторону в нарушении положения трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года является безответственным. Об этом заявил эксперт Фархад Мамедов, комментируя последнее скандальное заявление Министерства обороны России относительно действий азербайджанской армии. Когда была подписана декларация с союзным взаимодействием между Азербайджаном и Россией, со сети российское посольство в Менторском тоне опубликовало пост. Запомните, мы союзники, типа. Вот Министерство обороны Азербайджана напоминает России о том, что мы союзники. Мы это запомнили по совету российского посольства, а сейчас напоминаем Министерство обороны России. Вот такие новости. И теперь азербайджанские войска вернули Фарух, но могут пойти еще дальше. Вот на карте Фарух. Я думаю, да, сейчас такая ситуация, если еще в каком-нибудь населенном пункте армяне будут обстреливать азербайджанцев, допустим, то легко Ильхам Алиев отдаст приказ. И в любое направление может двинуться вооруженная сила Азербайджана, неважно, откуда будет открыт огонь. И вот такая идет информация, что могут пойти дальше еще и вперед. Как уже сообщил Хаген Азе, очередная провокация вооруженных армянских сепаратистов, возводивший при полном попустительстве российских миротворцев укрепления и рывших окопы, недалеко от Карабахского села Фарух вынудила подразделение армии Азербайджана взять этот доселенный пункт под свой контроль, прекратив тем самым подрывные действия армянских сепаратистов. И вот теперь информация такая, да. Нагорная часть Карабаха это вообще суверенная территория Азербайджана. Напомним, это Москве, если они забыли. Ну все правильно. В сочетании с политикой руководства Армении, которая грубо вмешалась в внутренние дела Азербайджана, вооружает армянское население на контролируемых российскими мертвозами территории, а также с помощью армянской диаспоры международных структур выставляет Азербайджан агрессором, это вызывает крайне напряженную атмосферу, чреватую непредсказуемыми последствиями. Азербайджан неоднократно предупреждал руководство Армении, что его терпение не безграничное, и провокации, которые армянские сепаратисты устраивают под подобрительные возгласы в Ереван, не останутся без ответа. Ну и вот самое главное. Именно в этом контексте следует рассматривать возвращение села Фарух под полной азербайджанской контролю, которая в случае повторения подобных провокаций с армянской стороны будет последовательно распространяться на другие азербайджанские населенные пункты. Что я вам сказал? Если еще армяне что-то там вытворят еще, провокации, все, все эти окружные села могут перейти под контроль Азербайджана. Судя по карте, вот как раз тут и Ханкинди совсем рядом тут, вон, тут еще, так что надо направление Ханкинди двигаться, вот тут Аскеран как раз, да, и вот тут Дашбулак есть, так что вот как раз еще два пункта, я думаю, в скором времени, если будут провокации, эти перейдут под контроль армии Азербайджана. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.